Для меня и для вас. Скажите, вы в каком году приехали? В 99-м. В 99-м. Вы уже здесь были. А когда вы приехали, кто деньги брал за коров, когда пас лед осенью, по воскресеньям? Не знаю. Вообще. А потом кто берет все время деньги? Кто рассчитывается? Через кого? Лена всегда. Лена. Ну, когда, когда вот. Ну, когда, я не знаю. Мы в 99-м году приехали. Ну, 13 лет назад, она говорит, это было. 14. Это уже, это был 2004 год. Я бы не помню даже, чтобы когда Миша пас, вообще такого даже не помню. Даже такого не помню. Я даже вот, чтобы вообще как бы я помню, что как мы пасли там с детьми Женя, маленькие дети, а он бы их не отпускал бы одни. Ну, сейчас мы разобрались. Мы съездили на поле, и Лена с Игорем пасут. И никогда не было. Я говорю, а могло ли так быть? Да чего ради-то? Мы стали перечислять. Здесь жил Миша. Миша, говорит, был. Миша, чтобы пас отдал кому-то деньги, да ну, вы все смеетесь, что ли? У него прозвище «Своя выгода». Он никогда. Он по счастям... А какой Миша-то пас? Какой? Церт, немец. Это какой такой? У нас в церкви... Маленький рост, немец был, в лагере был. А потом я его свободно был. Лена просила, или кто там пасил. Я его отдал. Он пас. А по воскресеньям, суббота-воскресенье, пасли по-тиряевски. И когда рассчитывались, якобы я сказал, тогда деньги все отдайте Миша. А у нас натянуты отношения. Он пил и курил. Нет, я такого даже... Я не помню человека такого, и чтобы он за нас впас. То есть, чтобы вы пасли в субботу-воскресенье, и чтобы ваши деньги кто-то куда-то перевел, этого не было? Нет, такого даже не слыхала. Даже мысль не слыхала? Даже не слыхала. Слухом не слыхала. Что думаешь, Галя бы отдала, что ли? Полный дом ребятишек? Чего ради? Не знаю. Или этот, взять, кто там у нас, калашнику, пять ребятишек. Она бы отпасли, незнакомому человеку отдали. И будто бы это я сказал, отдайте ему деньги. Даже если бы даже сказал, то ради чего, когда у нас плохие с ним отношения. Он пил и курил. Я такого не могу, даже не вспомню, не скажу. И не слышала. Я его не знаю, и даже не знаю, чтобы такой обычный человек... Я знаю, кого вот нанимали, кто здесь, кто были. В лагере был работником. Он с первого дня начал вмешиваться в воспитание детей. Я его осадил. Ты тебе разрешил приехать работником. Копать ямы, столбы и то другое. Тебе ли рассуждать о детях? Ну ладно, я тебе один раз скажу. А, ну я не понял тогда так. Ну ты один раз, ты понял? Да, вы правильно поступили. Но зачем тебе говорить? Зачем тебе вмешиваться? Когда я с детьми занимаюсь, а ты в это время выступил. Зачем? Я его осадил. А другой раз он пошел по полям искать. Куривают. Я говорю, все-то знают по-теряевски. И ты ходишь и позоришь нас. А он приехал, когда в баню там, на берегу баня была у нас. И там он... Нельзя! Ну и все. В бане там... Зашел, он там спит. Видимо, глотнет. И где-то он упал на морозе и обморозил руки пьяным. И я бы за него ходатайствовал, ваши деньги отнимал, отдавал. Я знаю, что когда в лагере вас просили, когда не так давно, сколько стоит и молоко. И все, вот это знаю, а больше... А сейчас в Ките уже назначили дни. Никита пасти будет. И когда говорят, так я деньги-то не вижу, Лена платит-то. А то бы я с чужими деньгами распоряжался им не отдавать. Я говорю, ну... Лена всегда считала. Лена считает, Лена... Ну, сейчас так я спорю. Лена? Лена говорит... Они с Игорем, Игорь, да никогда этого не было. Было, я восстала однажды. Когда они... Петя и Митя, Петя Калашников, они сказали, вот... У Игоря 36 голов, пусть 36 дней пасет. А, ну что-то такое слышала. Я говорю, разве так годится? Вы наоборот сделаете, чтобы у каждого по 36. А вы к бедности, давайте по-другому. Я говорю, во-первых, ты корм не задаешь, она ест сама, водой не поешь, навоз не уносишь. Не, ну, такое слышала. Ну, я говорю, ну, справедливость, я понимаю, справедливость, день. Тебе какая разница, 25 или 27 коров пасется. Они едят сами, на поле оправляются. Так тебе выгоднее, что ты больше денег... У тебя одна корова, ты больше денег получишь. Именно так. Не, такого я не слышала, чтобы кто... Как у нас никогда так не было, что все ему, еще мы субботу, воскресенье просим. Ну, не знаю. Не, чтобы они тогда, видишь, носили на Игоря. У тебя 36 голов, и ты 36 дней паси. У меня одна корова, я один день паси буду. Не, про то, что деньги отдавали за всю пасьбу ему полностью, что так мало голов, что ли, было, чтобы его удержать, что ли? Какой смысл? Да, что-то такое, несуразное. Чтобы его удержать, чтобы он попас, потому что некому было пасти, и ему все деньги отдать, лишь бы, чтобы он... Ну, как отдать-то, когда люди пасли, и кто согласится? Еще ради, во-первых. И какое отношение к ним? То есть, ничего не сходится, ни в одном месте. Я не слышала. Ни такого не слышала. Все, благодарю. Спасибо, Христо.